Сура 28. Рассказ. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Та-Син-Мим. Это то, что читается, знамение разъясняющей книги, Корана. Прочитаем мы тебе, Ом Мухаммад, рассказ о Мусе и фараоне, поистине, так, как будто ты сам был свидетелем этой истории. Для людей, которые веруют в то, что Коран не спослан от Аллаха. Поистине, фараон возгордился, стал деспотом в своей стране в Египте и сделал так, что народ ее страны оказался разобщенным. И делал он это, ослабляя, унижая одну часть из них, потомков Исраила. Он убивал их сынов и оставлял в живых их женщин. Поистине, он, фараон, был из числа сеющих беспорядок. И пожелали мы оказать милость тем, которые были ослаблены на земле Египта, потомкам Исраила, и сделать их предводителями в благих делах, и сделать их наследующими землю Египта после гибели фараона и его народа. И пожелали мы укрепить их, потомков Исраила, на земле, даровать им власть в Египте и Шами, и показать фараону и Хаману и их войскам то, чего они остерегались от них, гибель фараона и его войска в крах его власти. Фараону было сообщено, что он погибнет из одного из потомков Исраила, и поэтому он остерегался их. «И внушили мы матери Мусы, когда он родился. Спокойно корми его, своего сына, грудью, а когда будешь бояться за него, что его могут убить люди фараона, то положи его в сундук и пусти его по течению реки Нил». И она кормила его несколько месяцев. И это было, когда фараон отдал приказ убивать младенцев из потомков Исраила. «И не бойся, что он утонет или его убьют. И не печалься расставанию с ним. Поистине, мы вернем его к тебе и сделаем его из числа посланников». И подобрала его Мусу, который плыл по Нилу в сундуке сборища фараона, которая наткнулась на него, чтобы он, Муса, оказался для них в конечном итоге врагом и скорбью. «Поистине, фараон и Хаман и войско их двоих были грешниками, многобожниками». И сказала жена фараона фараону, «Этот ребенок будет усладой очей, источником радости для меня и для тебя. Не убивайте его, может быть, он принесет нам пользу, или мы возьмем его за сына». А они, фараон и его сборище, даже не подозревали, что именно он окажется причиной их гибели. «И стало сердце матери Мусы пустым. Ее уже ничего не заботило в этом мире. Она думала только о своем сыне. Она готова была раскрыть это, то, что это ее сын, если бы мы не подкрепили ее сердце, чтобы она была из числа верующих в обещании Аллаха и была убежденной в этом. И сказала мать Мусы его сестре, когда бросила сундук в реку, «Следуй за ним, чтобы знать, что с ним случится». И она, сестра Мусы, смотрела за ним со стороны издалека, а они – люди фараона, и не заметили, что она является его сестрой и наблюдает за ним. «И запретили мы ему, Мусе, кормилец. Сделали так, что Муса не сосал грудь ни одной кормилицы до этого, до возвращения к матери. И сказала она, сестра Мусы, не указать ли вам на обитателей какого-нибудь дома, на семью, которые позаботятся о нем для вас, и они к нему будут добры. И вернули мы его, Мусу, к матери, чтобы глаз ее утешился, чтобы она была спокойной, и чтобы она не печалилась расставанию с ним и знала, что обещание Аллаха – истина. Но однако большинство их многобожников не знает этого. Аллах Всевышний обещал ей, что вернет ее сына. И когда он, Муса, достиг своей телесной зрелости и выровнялся, его разум стал совершенным, мы дали ему мудрость и знания, при помощи которых он знал положение закона Аллаха. И так как мы даровали Мусе мудрость и знания, вознаграждаем искренних, добродеющих. И вошел он, Муса, скрытно в египетский город во время небрежения обитателей его, и нашел, увидел там двух людей, которые бились, сражались, один против другого. «Этот из его, Мусы, партии, народа, а этот из врагов, из народа фараона. И попросил помощи у него, у Мусы, тот, что из его партии, народа, против того, кто из числа врагов его. И ударил его, копта, Муса, кулаком, и покончил с ним, убил его. И затем Муса сказал, «Это то, что произошло из деяний сатаны, ведь он враг для человека, сбивающий с правильного пути явный. Эти события произошли еще до того, как Муса стал пророком. И Муса сказал, «Господи, поистине, я обидел самого себя, убив того, которого мне не нужно было убивать. Так прости же мне этот мой грех». И простил он, Аллах, ему, Мусе, его грех. «Поистине, ведь он, Аллах, прощающий, милосердный». И затем Муса сказал, «Господи, за то, что ты облагодетельствовал меня, даровав такую силу, и простив меня, я никогда не буду помощником бунтарям, которые не веруют в тебя и которые против твоей воли». И наутро он, Муса, снова оказался в городе, в котором он совершил убийство, боясь и проявляя осмотрительность, прислушиваясь к тому, что говорят люди о вчерашнем убийстве. Вдруг Муса увидел, как тот, его соплеменник, который звал его на помощь вчера, когда сражался с одним человеком, сегодня уже дерется с другим человеком. И опять кричит к нему, зовя на помощь. И сказал ему Муса, «Поистине, ты заблудший явно, потому что дерешься с теми, кто тебе не под силу». И после того, как он, Муса, захотел схватить того копта, который был врагом им обоим, и Мусе, и его соплеменнику, соплеменник, услышав слова Мусы, «Поистине, ты заблудший явно», подумал, что Муса хочет схватить его, и, испугавшись, сказал ему, «О, Муса, разве ты хочешь убить меня, как убил душу вчера? Ты, о, Муса, хочешь быть только тираном на земле, убивая людей, но не хочешь быть из числа примиряющих людей». Услышав это, копт убежал и разгласил эту тайну всем. И пришел один верующий человек, который скрывал свою веру и был из народа фараона, который знал Мусу, с далекой окраины города бегом спеша и сказал, «О, Муса, поистине, знать из народа фараона совещается о тебе, чтобы убить тебя за то убийство, которое ты совершил. Выходи же из этой страны, чтобы спасти себя, ведь поистине я для тебя добрый советчик». И вышел он оттуда, из страны фараона, со страхом и проявляя осмотрительность, оглядываясь, не преследует ли его. И Муса сказал, «Господи, спаси меня от людей, которые являются притеснителями». И после того, как он, Муса, направился, взял путь в сторону Мадьяна, то сказал, «Может быть, Господь мой поведет меня прямой дорогой к Мадьяну». И когда он, Муса, подошел к воде к колодцу Мадьяна, то обнаружил там толпу людей, которые поили свой скот. И также он, Муса, обнаружил помимо них двух женщин, отогнавших свой скот в сторону. Сказал он, Муса, этим двум женщинам, «В чем ваше дело? Почему вы не поите свой скот со всеми вместе?» Эти две женщины сказали, «Не поим мы наших овец, пока не отведут пастухи свой скот от воды. Мы поим оставшийся в поилке водой. А наш отец глубокий старик, очень стар и не может поить». И напоил он Муса скот для них, для тех двух женщин. А потом отвернулся и зашел в тень дерева и, будучи очень голодным, сказал, «Господи, поистине я нуждаюсь в том благе, пище, который ты мне не спошлешь». Они обе поспешили к своему отцу, и он спросил их, «Что заставило вас прийти так спешно?» Они сказали, «Мы нашли одного праведного человека, который проявил к нам милость и напоил нам наш скот». И отец их сказал одной из них, «Иди и пригласи его ко мне». И пришла к нему одна из них, тех двух женщин, идя стеснительно, и сказала, «Поистине, отец мой зовет тебя, чтобы воздать тебе награду за то, что ты напоил для нас наш скот». И когда он, Муса, пришел к нему, к их отцу и рассказал ему свою историю, он сказал, «Не бойся, ты спасся от людей, которые являются притеснителями. Нет у них власти в нашей стране». Одна из них сказала, «Отец мой, найми его, Мусу, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, можешь нанять, будет сильный, который может охранять скот, и надежный, которому можно смело доверять». Когда отец спросил ее, «Откуда ты знаешь, что он сильный и надежный?» Она сказала, «Он поднял камень, закрывающий колодец, который могут поднять только десять мужчин. И когда мы шли домой, он попросил меня, чтобы я шла позади него, чтобы не смотреть на меня». Их отец сказал Мусе, «Поистине, я хочу женить тебя на одной из этих двух моих дочерей, с тем условием, что ты наймешься ко мне пасти скот на восемь лет. А если ты завершишь десятью годами, так это будет искренним благодеянием от тебя. Я не хочу затруднять тебя, сделав срок в десять лет. Ты найдешь меня, если пожелает Аллах, из числа праведных, я буду хорошим товарищем и исполню то, что сказал». Сказал он Муса, «Это то, что ты сказал между мной и тобой. Какой бы из сроков восемь или десять я не выполнил, то не должно быть притеснения для меня. Не нужно будет просить меня сделать больше». И Аллах – покровитель, свидетель и хранитель тому, что мы говорим. И после того, как Муса завершил, отработав пастухом свой срок в десять лет, и отправился из Мадьяна в Египет со своей молодой семьей, чтобы навестить родственников, и при этом остерегаясь фараона, он заметил со стороны горы Тур огонь. Он сказал своей семье, «Оставайтесь здесь. Поистине я заметил вдали огонь. Может быть, я принесу вам оттуда известие или горящую головню для разжигания костра, чтобы вам согреться». И когда он, Муса, подошел к нему, к огню, был к нему обращен зов Аллаха с правой от него стороны долины, в благословенной роще со стороны дерева. «О, Муса, поистине я Аллах, Господь миров. И брось свой посох, который ты держишь в правой руке». И когда он, Муса, увидел, что тот его посох извивается, словно змея, повернулся, чтобы убежать, и даже не обернулся от страха, и сказал ему Господь его, «О, Муса, подойди, вернись на то место, где ты стоял в начале, и не бойся, тебе не будет вреда, ибо поистине ты из находящихся в безопасности». «Веди, о, Муса, свою руку за пазуху, и она выйдет белая, как снег, без никакого вреда, и прижми свое крыло, свою руку, к себе, чтобы избавиться от страха». Вот это превращение посоха в змею и белая, как снег, рука – два доказательства от твоего Господа к фараону и его знати. Поистине они непокорные, неверующие люди». Муса сказал, «Господи, я убежал, я убил из них, из народа фараона, душу одного человека, и поэтому боюсь, что если я пойду к ним, они убьют меня. И брат мой Харун, он красноречивее меня языком, пошли же его со мной как подмогу, чтобы он подтвердил мою правдивость, и чтобы разъяснял им то, чем я их буду увещевать. Поистине я боюсь, что они отвергнут меня, не поверят мне, что я послан к ним от Аллаха». И сказал Аллах Всевышний пророку Муси, «Мы укрепим твою руку, дадим тебе поддержку, твоим братам Харунам, и сделаем для вас двоих довод, доказательства для фараона и его народа, так что они не дойдут до вас, не смогут причинить вреда. С нашими знаменями вы вдвоем, о Муса и Харун, и те, кто последуют за вами двоими, станете победителями. И когда пришел к ним, к фараону и его знати, пророк Муса, с нашими ясными знаменями, которые свидетельствовали об истинности того, с чем он был послан к ним от своего Господа, они сказали, «Это то, с чем ты пришел, только лишь вымышленное колдовство. И мы не слышали про это, про то, к чему ты нас призываешь, у отцов наших первых, от наших предков». И сказал Муса фараону, «Господь мой лучше знает тех, кто пришел с истинным руководством от него, и у кого будет достохвальный итог в обители вечности. Поистине не обретут успеха притеснители, неверующие». И сказал фараон, «О, знать, я не знаю для вас другого Бога, который был бы достоин поклонения, кроме меня. Разожги мне, хаман, огонь, над глиной, сделай кирпичи и сооруди для меня башню. Может быть, я поднимусь к Богу Мусы, которому он поклоняется, и к поклонению только которому он призывает. И ведь поистине я думаю, что он, Муса, исчисла лжецов». «И высокомерно возгордился он, фараон, и его войско на земле, не имея на это никакого права, и думали, что они к нам не будут возвращены после смерти. И схватили мы его, фараона, и его войско, и бросили их в морскую пучину, и утопили их всех. Посмотри же, о пророк, получи назидание, каков был конец притеснителей. И сделали мы их, фараона, и его людей, предводителями, которые своими деяниями призывают других к огню, к аду. И в день воскрешения не будет оказана им помощи. И сделали мы так, что следует за ними, за фараонами и его людьми, в этом мире проклятие, наказание и унижение. И в день воскрешения они будут из числа обезображенных. И я клянусь, что уже даровали мы пророку Мусе писание Тору, после того, как погубили первые, бывшие до него поколения, чтобы это писание было, как наглядное знамение людям, по которому они отличали бы истину, а также, как истинное руководство и милосердие, чтобы они помнили те наставления, которые есть в этом писании. «И ты, о Мухаммад, не был с западной стороны горы, когда мы решили Мусе дело, когда Аллах решил отправить его посланникам к фараону и его людям. И не был ты из числа присутствующих при этом, чтобы рассказывать про это от себя. Но мы взрастили, сотворили другие поколения после пророка Мусы. И была длинная для них жизнь. Прошло долгое время, и сменились поколения, что они забыли о договоре, который они заключили с Аллахом. «И ты, о Мухаммад, не был пребывающим среди обитателей Мадьяна, не жил среди них, читая им наши знамения, нашу книгу, чтобы знать истории о нем. Но однако мы были посылающими то, что ты, о Мухаммад, сообщаешь о пророке Мусе, является откровением и свидетельствует о том, что ты являешься посланником Аллаха. «И не был ты, о посланник, у стороны горы Тур, когда мы вас звали к Мусе. Ты не был свидетелем происходящего. Но мы тебе дали это знать. И мы послали тебя, по милости от твоего Господа, чтобы ты увещал народ, которому не приходил увещеватель, посланник до тебя, чтобы они вспомнили о том благом, с чем ты пришел, и стали выполнять это, и о том плохом, что ты им запретил, и удержались от него. Если бы мы не направили тебя посланникам, то тогда постигло бы их неверующих несчастье за то, что уготовали их руки, за то, что они совершили, а именно за их неверие. Они говорили бы, «Господь наш, если бы ты послал к нам посланника, то мы последовали бы за твоими знамениями, за твоей книгой, и были бы мы верующими в тебя». А когда пришла к ним истина, от нас, пришел пророк Мухаммад с истиной, они неверующими к концу сказали, «Почему не даровано ему, Мухаммаду, подобное тому, что было даровано пророку Муси, такие же зримые чудеса и книга, которая была неспослана разом? Разве они, неверующие, не отвергли того, что было даровано Муси прежде?» Они сказали, «Это, Тора и Коран, два колдовства, взаимно помогающие друг другу». И сказали, «Поистине, мы не веруем ни в одно из них». Скажи, о пророк, этим неверующим, которые не хотят принимать Коран, «Принесите же книгу от Аллаха, которая была бы более истинной для руководства, чем эти две, чем Тора и Коран, и я последую за ней, если вы говорите правду». Если же они не ответят тебе, о пророк, не принесут книгу более истинную, чем Тора и Коран, то знай, что у них больше нет никакого довода и что они следуют только за своими низменными прихотями. А кто является еще более заблудшим, нежели чем тот, кто последовал за своей прихотью, без, оставив, руководство от Аллаха? Поистине, Аллах не ведет к истине притеснителей. И вот мы довели, разъяснили, до них, до твоего народа, о пророк, слово, Коран, как милость, в котором приводятся упоминания о том, как были наказаны прежние общины за свое неверие, чтобы они вспоминали и брали себе назидание. Те, которым мы даровали Писание, до этого, до Корана, имеется в виду те из людей Писания, которые приняли Ислам, они в него, в Коран веруют, так как в их Писаниях они находят радостную весть о будущем посланнике и соответствии его признаков. А когда им, тем из числа людей Писания, читают Коран, они говорят, мы уверовали в него, он Коран, истина от нашего Господа. Поистине, мы еще до него, до неспослания Корана были всецело предавшимися Аллаху, единобожниками, придерживающимися единственной, истинной веры. Такие, им будет дана их награда вдвойне, за то, что веровали в свои Писания, и за то, что затем уверовали в Коран, и за то, что они проявляли терпение, следуя истине, и добром они отстраняют зло, и из того, чем мы наделили их, из своего дозволенного имущества, расходуют ради довольства Аллаха, давая обязательную и добровольную милостыню. А когда они, принявшие ислам из числа людей Писания, слышат праздное, такие слова, которые не ведут к довольству Аллаха, то отворачиваются от этого и говорят, у нас свои дела, и мы не отклоняемся от них, а у вас свои дела, за которые вы сами будете отвечать. Когда некоторые из людей Писания приняли ислам, их начали ругать многобожники, говоря, «Горе вам! Вы оставили свою веру! Мир вам! До свидания! Мы не желаем себе веры невежд, которой вы придерживаетесь!» Поистине, ты, о пророк, не приведешь к вере тех, кого ты любишь, кому желаешь веры, а Аллах сам приводит к вере, кого пожелает. И он лучше знает тех, кто пойдет истинным путем, придет к вере, так как его знания объемлят и прошлое, и будущее. И мекканские многобожники сказали, «Если мы последуем за истинным руководством вместе с тобой, о Мухаммад, за верой, с которой ты пришел, и откажемся от наших идолов, тогда мы будем выхвачены и изгнаны другими арабами из нашей земли, из Мекки. Разве мы не утвердили для них этот город, Мекку, местом запретным для пролития на ней крови и безопасным для тех, кто пребывает там? Собираются к нему плоды от всего, как на дел, пропитание от нас, но большинство их многобожников не знает цену этих благ, которые им дарует Аллах, чтобы быть благодарными и покорными Ему. И сколько мы погубили селений, их жителей, наказав их за неверие уже в этом мире, которые гордились и увлекались своей жизнью. И вот их жилище, в котором никто не жил после них, кроме немногих людей, путников, и мы наследуем все от наших рабов. И не таков Господь твой, чтобы губить, наказать смертью селения их жителей, пока не пошлет в главное из них, в главный город или селение, посланника, читающего им наши знамения. И не таковы мы, чтобы губить селения, кроме как только в случае, когда их обитатели были притеснителями, причиняющими зло самим себе, своим неверием и ослушанием Аллаха. Все, что вам даровано, это удел жизни ближней, приходящие блага этого мира и ее украшения, а то, что приготовлено у Аллаха для тех, которые полностью покорны Ему, лучше и длительные по награде. Рай. Неужели вы не задумаетесь? Разве же тот, кому мы дали прекрасное обещание о том, что он за свое повиновение будет введен в рай и который встретит его, то, что ему было обещано, подобен, равен тому, кого мы наделили приходящими благами земной жизни, и который потом в день воскрешения будет в числе приведенных к Аду. И в тот день, в день суда, когда воззовет он Аллах к ним, к многобожникам и скажет, упрекая их, «Где мои сотоварищи, ложные божества, которых вы мне равняли, о которых вы утверждали, что они достойны поклонения? Смогут ли они отклонить от вас наказание или заступиться за вас? Скажут те, о которых обязательно, неизменно, слово Аллаха о наказании их, предводителей неверующих, которых их последователи взяли себе господами, помимо Аллаха. Господь наш, эти последователи, те, которых мы призывали к заблуждению, мы заблудили их так же, как и сами мы заблуждались. Мы не заставляли их делать что-либо, они сами выбрали заблуждение. И сегодня мы отреклись от них к тебе. Они нам не поклонялись, а поклонялись своим собственным прихотям и подчинялись своим страстям. И будет сказано многобожникам в день суда, зовите же ваших сотоварищей, ложных богов, которым вы поклонялись помимо Аллаха, чтобы они спасли от наказания. И они, многобожники, позовут их, но те ложные божества не ответят им и увидят они наказание. Если они шли бы истинным путем, то не были бы наказаны. И в тот день, в день суда, когда он, Аллах, вас зовет обратиться к ним, он скажет, что вы ответили посланным к вам посланникам. И омрачаться перед ними будут скрыты от них все вести, оправдания и доводы в тот день. И они не станут расспрашивать друг друга, будут молчать. И что же касается тех из многобожников, кто покается, уверует и будет совершать праведное, то, что повелел Аллах и затем его посланник. Может быть, пусть надеется, что он обретет успех в этом мире и в вечной жизни. И Господь твой создает, что пожелает, и избирает себе сторонниками, кого пожелает из творений. Нет у них выбора против его воли. Преславен Аллах и превыше того, что они, многобожники, предают ему, в соучастники, поклоняясь им. И Господь твой знает, что скрывают их груди, то, что в их душах и что они обнаруживают, совершают открыто. И он, Аллах, нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. Ему принадлежит вся хвала и в первой жизни в этом мире и в последней вечной жизни. Ему принадлежит решение. Он судит между своими рабами. И к Нему вы будете возвращены после вашей смерти для расчета и воздаяния. Скажи, о посланник, думали ли вы, о люди, что если Аллах сделает над вами ночь постоянной до дня воскрешения, кто Бог, какой Бог, кроме Аллаха, что принесет вам сияние? Неужели вы не слышите того, что говорится вам, чтобы задуматься над этим? Скажи, о посланник, думали ли вы, о люди, что если Аллах сделает над вами день постоянным до дня воскрешения, кто Бог, Какой Бог, кроме Аллаха, что принесет вам ночь, чтобы вам покоиться, отдыхать в ней? Разве вы не видите, что всем этим управляет Аллах? И из милости Его, то, что Он устроил для вас ночь и день, чтобы вы ночью отдыхали, и чтобы днем вы обретали себе удел от Его щедрости, добывали средства для жизни, и дабы вы были благодарны Аллаху за Его великие благодеяния вам. И в тот день, в день суда, когда вас зовет, обратится Он, Аллах, к ним, к многобожникам, и скажет, упрекая их, «Где мои сотоварищи, ложные божества, которых вы мне равняли, о которых вы утверждали, что они достойны поклонения? Смогут ли они отклонить от вас наказание или заступиться за вас?» И в день суда мы извлечем, выведем из каждой общины свидетеля, посланного к ним пророка, который будет свидетельствовать о том, как они приняли его призыв к поклонению только одному Аллаху, и скажем, «Приведите ваше доказательство, довод на то, что у Аллаха есть сотоварищ». И узнали они, что истина принадлежит Аллаху, и исчезло от них то, что они измышляли против своего Господа. Поистине, Корун был из народа мусы, и злочинствовал против них, был высокомерным и тираном. И мы даровали ему столько сокровищ, что ключи его, такого богатства, отягчали толпу обладающих силы, были тяжелыми для нескольких силачей. Вот сказал ему Коруну, его народ, «Не ликуй, не радуйся высокомерно. Поистине, Аллах не любит ликующих, тех, которые гордятся тем, что им дал Аллах. И стремись тем имуществом, что даровал тебе Аллах, к обители вечности, к награде вечной жизни. И не забывай свои доли из этого мира, пользуйся дозволенным имуществом и не расточительствуй. И делай добро людям, давай милостыню, как делает добро тебе Аллах, как Он даровал тебе много имущества. И не стремись к беспорядку на земле, не злочинствуй по отношению к людям». Поистине, Аллах не любит сеющих беспорядок. Корун сказал тем людям, которые делали ему наставления, «То, что мне даровано, все мои богатства, по моему знанию, неужели Он, Корун, не знал, что Аллах погубил до него тех, кто был сильнее его мощью и богаче по накоплениям из прежних поколений? И не будут спрошены о своих грехах бунтари, так как Аллах Всевышний знает о них». И вышел Он, Корун, к своему народу в своих украшениях, чтобы показать свое величие и богатство. Сказали те, которые желают земной жизни, «О, если бы и нам было дано то же, что даровано Коруну, поистине, Он, Корун, однозначно обладатель великой доли». И сказали те, кому даровано было знание, знание об Аллахе и его законе, «Горе вам! Остерегайтесь наказания Аллаха и повинуйтесь Ему. Награда Аллаха лучше, чем богатство Коруна, для тех, кто уверовал и творил праведное. И будет дано это наставление только терпеливым, только они примут его, и только им оно будет полезным». «И заставили мы землю поглотить его, Коруна, и его жилище. И не оказалось у него толпы, которая помогла бы ему вместо Аллаха. И сам он не смог помочь себе, когда пало на него наказание Аллаха. И наутро те, которые желали место его, Коруна, вчера, сказали, «О, Аллах уширяет, увеличивает удел, кому пожелает из числа своих рабов, и ограничивает удел, кому пожелает». Если бы Аллах не помиловал нас, то непременно заставил бы землю поглотить нас за то, что мы сказали. «О, не обретут успеха неверующие ни в этом мире, ни в вечной жизни». Вот это, обитель вечности, рай, мы даем его тем, которые не желают превозноситься, быть высокомерными на земле, и не желают сеять беспорядок. А благой итог, рай, будет для остерегающихся наказания Аллаха, исполняя его повеления и отстраняясь от того, что он запретил. Кто в день суда придет с благом, с единобожием и праведными деяниями, то ему будет лучше, чем это будет рай, а кто придет с плохим, то тем, которые творили плохое, будет воздано только по мере того, что они совершали. Поистине, тот, кто сделал твоей, о пророк, обязанностью Коран, придерживаться его и доводить до людей, непременно вернет тебя к месту возврата в Мекку. Скажи, о посланник многобожникам, Господь мой лучше знает тех, кто пришел с истинным руководством, и тех, кто находится в явном заблуждении. И ты, о пророк, даже не надеялся, что тебе будет даровано Писание, будет неспослан Коран, иначе как только по милости от твоего Господа. И не будь же помощником для неверующих. И да не отвратят они, многобожники, тебя, о пророк, от доведения знамени Аллаха, аятов Корана, после того, как они тебе были неспосланы. И призывай к твоему Господу, и никак не будь из числа многобожников. Не помогай им и не соглашайся с ними. И не моли, не поклоняйся наряду с Аллахом другого Бога. Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. Всякая вещь гибнет, исчезаема, кроме Его лика. Ему принадлежит решение, и к Нему вы будете возвращены для расчета и воздаяния.